Отдел занятости и соцпрограмм активно помогал во время паводка пострадавшим. Во главе с Юлией Аскаровой они приняли и обработали более 6 тысяч документов для выплаты единовременной помощи и возмещения ущерба. Специалист оказала около 4 тысяч консультаций по вопросам получения выплат и механизмов по восстановлению жилья. Мы организовывали работу таким образом, чтобы людей не собирать, чтобы не было больших очередей. Мы делили по графикам, по улицам, по времени, потому что времени было мало, всем нужно было в срочном порядке оказать социальную помощь. Поэтому обрабатывали заявления, рассматривали, проверяли прописку, проверяли данные, подтоплен ли, не подтоплен был, запрашивали сведения с ЧАЭС одним списком, что тоже, как говорится, позволило избежать лишней волокиты с документами. Прием заявлений начинали с 15 апреля. В первый день было принято порядка 900. Принимать граждан приходилось круглыми сутками и без выходных, рассказывает Юлия Аманбаевна. Работа по последствиям паводка продолжается и по сей день. Сейчас остались в основном те, кто не зарегистрировал права собственности, не вступил в наследство или не имеет определенных документов. Конечно, в тот период было очень сложно, так как заявлений поступало очень много, недовольства граждан. Всех можно было понять, эмоциональное напряжение. Мы всем коллективом работали 24 на 7, потому что, сами понимаете, необходимо было выплатить всем и каждому в срочном порядке. Период был сложный. В таком формате нам пришлось работать впервые. В этот сложный период никто не остался в стороне, все активное участие принимали, каждый сотрудник был задействован. По словам коллег, Юлия Аманбаевна очень мудрая и отзывчивая. Всегда поможет и даст совет. С Юлией Аманбаевной я работаю уже в этой сфере больше года. Как руководитель очень умный, мудрый, справедливый человек. Всегда передает свой опыт, навыки. Где-то что-то нужно, она подскажет, всегда посоветует. Во время напаводков работали в усиленном режиме. Юлия Аманбаевна всегда работала с утра и до вечера и выходные. Юлия Аманбаевна всегда поможет и с принятием заявлений, и с документами. Если у человека не хватало преподать заявление на единовременную социальную помощь, он всегда окажется в действии. Если человек, допустим, старый, либо на пенсии, не понимает в этих электронных документах, всегда окажет помощь и поможет сделать электронную цифровую подпись. И все документы отсканирует, и это сделает ксерокопию. В рамках празднования Дня города за значительный вклад, за участие в противопаводковых мероприятиях Юлию Аскарову нагрозили почетной грамотой Акима Североказахстанской области. Это наша общая награда, говорит женщина. Валерия Сиваш, Вадим Ударисов, МТРК.